На пять родов в Севастополе приходится один аборт. Зачастую женщины прерывают неживательную беременность из-за крайне сложного материального положения или психологического кризиса. И хотя специалисты отмечают устойчивую тенденцию к снижению количества абортов, в регионе продолжает падать рождаемость. Поэтому демографическую ситуацию взяли под свой контроль власти. У нас серьезные очень государственные программы по снижению заболеваемости, летальности и в том числе программы по профилактике абортов. Профилактируем мы двумя направлениями. То есть первое – это, конечно же, мы профилактировать должны наступление нежелательной беременности, нежеланной. И второе направление – это, конечно же, социальное направление поддержки женщин. В Севастополе действует целый ряд мер социальной поддержки семьи. Например, пособие при рождении ребенка, которое на сегодняшний день составляет 16 750 рублей. С 1 января 2018 года за рождение первого и второго ребенка полагается дополнительная ежемесячная выплата. Правда, получить ее смогут семьи с доходом на одного человека за второй квартал 2017 года не более 16 тысяч рублей. У нас есть социальная программа, государственная программа, социальная поддержка охраны труда и профилактика занятости, в которой предусмотрены все меры социальной поддержки, не только семьям с детьми, также отдельным категориям граждан и занятости, которые у нас бюджет вот этой программы – 3 миллиарда 414 миллионов рублей. Но выделить, допустим, по категориям, если на федеральные выплаты, которые предоставляются при рождении детей, у нас предусмотрено 224,2 миллиона. На пособие третьего, при рождении третьего и последующих детей, у нас предусмотрено 154 миллиона. Большую помощь женщинам с детьми, находящимся в сложной жизненной ситуации, оказывает церковь. В планах епархии – создание в Севастополе кризисного центра. Таких в России работает уже больше ста. В Севастополе – это прекрасная перспектива для взаимодействия церкви и государства. А пока что силами отдельных приходов в нашем благочении организована адресная помощь таковым женщинам. Им оплачивается жилье, питание и все необходимое для развития ребенка до трех лет, пока мать находится в декрете. В прошлом году в нашем городе родились 4,5 тысячи детей. При этом в Севастополе сейчас проживают около 100 тысяч женщин детородного возраста. То есть родить ребенка решают менее 5% из них. В правительстве Севастополя обещают разработать комплекс мер по дополнительной поддержке молодых семей и программу семейного воспитания со школьной скамьи. Денис Тишин, Илья Якушев, информационный канал Севастополя.